Девушки отдыхают 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 И все это, эта ситуация натолкнула нас на мысль сделать темой сегодняшнего приветствия. Первое свидание. Ну вот на нем мы с командами подробно и познакомимся. Напомню, что на этом этапе каждая команда начинает свое выступление с небольшой видеоанкеты. Итак, начинаем конкурс приветствия. Первое свидание. Сборная Грузии. Тбилиси. Это Грузия. Самая красивая и экологически чистая страна. Воздух Грузии настолько насыщен кислородом, что ее жители делают всего два вдоха в день. И, конечно же, там живут уникальные люди. Амико. Он учитель. Преподает английский, немецкий, голландский, японский и французский поцелуй. Торнике. Он аксакал. Он такой уважаемый, что при нем даже доллар не растет. Бека. Он властелин колец. Именно в его номере в Москве хранятся все обручальные кольца членов команды. Грузия настолько гостеприимная страна, что у нас не бывает одноместных кроватей. А это Гудик. Он может держаться под водой 10 минут, а под вином – вечно. Торнике. 100 сексуальных побед. Точнее, 96 побед, 3 ничи и техническое поражение в связи с неявкой соперницы. Брат Амико. Самый удачливый человек в Грузии. Он абсолютно случайно попал в этот ролик. Уникальные люди, собранные вместе. Сборная Грузии. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Наше первое свидание. Мы бы хотели начать с букета цветов. О, какая девушка! Это парень! Да? Если у них в Москве такие парни, то какие же у них девушки? Боже, какой у них Юлия Соломонович? Это Пельч. Если у них в Москве такой Пельч, то какой у них Юлия Соломоновича? Какой же у них Александр Масляков? Это младший. Да? Если у них такой младший, то какой же у них старший? Здравствуйте. Какой же у них старший? Если у них такой старший, то какой еще может быть финал у этой шутки? Это вам, Александр Васильевич. А мы начинаем! Необычный случай на концерте восходящей звезды Егора Крида в Тбилиси. О, боже, мама, мама, я схожу с ума, Ее улыбка, мама, кругом голова. Все вместе! О, боже, мама, мама, я схожу с ума, Ее улыбка, мама, самая-самая, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. В Грузии очень много талантливых актеров. У нас даже в мультфильмах снимаются люди. Итак, мультфильм. Собака самый верный друг человека. О, Бобик, ко мне, ко мне. О, тише, 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 Бобик, тише. О, я попал в человека. Иди сюда, друзья, иди сюда. Чтобы играть в высшей лиге, нужно знать русский язык. Я вам покажу основные слова, которые пригодятся нам в КВН. Чтобы мы их лучше запомнили, их нужно будет отгадывать. Итак, первое слово для девушек в зале. Что это? Это крыс, овец, а. Крисавица. Крисавица. Правильно, стойте. Что это, мама? Нет, это половина мамы, но таля и дед. Ма-ля-дед. Ма-ля-дед. Правильно, вот ты, ма-ля-дед. Переходим к словам, которые пригодятся нам в Москве. Ну, есть вариант? Нет. Как, написано же? Ми-ли-с-и-я. Мили-с-и-я. Мили-с-и-я. А есть что-нибудь про КВН? Конечно. Вот нарисовано масло. Кофе в России мужского рода, то есть? Коф. Правильно, масло, коф. Масло, коф. И он кто? Маля-дед. Грюзинская версия шоу-колос. Вы, наверное, часто думаете, почему грузины так хорошо поют. Итак, посмотрим, что еще за мысли приходят в голову людям, когда поют грузины. Красная версия шоу-колос. Спасибо за субтитры. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Ну и закончить хотелось бы словами Пулата Акуджавы Нам очень приятно, что эти золотые слова сказал наш земляк Не наш земляк, а наш с вами общий земляк Официальный банк Игорь КВН Банк открытия, банк открытия В жизни всегда есть место открытию Классическая КВНовская команда Продолжает наш первый конкурс, первое свидание Команда КВН лучшие друзья БГПУ Минск-Беларусь Республика Беларусь Самая счастливая и красивая страна в мире Все, чем мы гордимся, можно показать одним кадром Стать у нас миллионером очень легко Надо просто поменять 70 долларов В Беларуси так много красивых девушек Что хочешь, не хочешь, а хочешь поля Реки Деревья Деревья Завтра Обед Пол Ужин Уголь Соль Железо Золото Лучшие 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 Друзья Добрый вечер! Команда КВН «Лучшие друзья» Тема приветствия «Первое свидание» А на первом свидании очень важно показать свои плюсы Чтоб потом было второе свидание Именно поэтому первый плюс – мы, белорусы И в чем тут плюс? В том, что мы даем России 12 баллов на Евровидение Согласен Второй плюс – мы взяли в России кредит А тут в чем плюс? Так взяли в ноябре и в долларах Ну да А еще в Беларуси все очень сильно любят фантазировать В этом году в Беларуси состоятся президентские выборы Знали бы вы, сколько фантазеров будет баллотироваться Именно поэтому, пока фантазия разыгралась, встречайте Классическая олдскульная команда из олдскульной страны Первое свидание на курорте Пацаны, смотрите, с какой девахой замутил Ты что такое говоришь при ней? Да ладно, она все равно по-русски ничего не понимает Смотрите I love you, baby I love you, too Ну вот Кстати, как по-английски будет? Пошли ко мне в номер Let's go to my room Oh, yeah, let's go Юра, Юра Фантазия Ты меня называл Во дворе Здоров, сосед Привет Че делаешь? Да вон, с Шариком гуляем Какая прикольная собака Ну-ка, позови ее сюда Шарик 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 Ну ты свистун, как ты свистишь Смотри, как собаку звать надо Как меня батя учил Шарик Любовь у каждого своя Ни для кого не секрет, что люди, которые работают на предприятиях, любят подворовывать Давайте пофантазируем на проходной деревообрабатывающего завода в конце смены Сейчас попрут, я-то их знаю Давай, моя звездочка, счастливо, жене привет, давай Михалыч, смотри, какую штуку модную купил Прогресс, уважаю, давай Нашли время, а, е-мое Что случилось? Там в станок рванул Еще и Петровича зацепило Светлый Петрович Михалыч, у тебя там доски воруют Где? А, показалось Не пугай так, тьфу-тьфу-тьфу Стоять! Михалыч, Михалыч, сыну в школу скворечник нужен Можно, а? Не, ну скворечник сделай святой, конечно Мужики, давай, 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 давай Алло, мужики, ты чего? Казнить, казнить, казнить За что его так? Представляешь, он доски с завода ворвал Так ему и надо Казнить, казнить Так стоп! Ты что, обалдел, мужик? Тебе что, доски жалко? Да мне не доски жалко, мне просто обидно Что у тебя фантазии нет Иди думай, думай Мы классическая команда И поэтому в нашем выступлении Так или иначе будут миниатюры Но не обычные, а быстрые Белорусский футболист Забирает сына из детского садика Сынок, я здесь Тише, пап, пойдем, пойдем Человек, которого только что Ударила молния Очередь в поликлинике Я только спросить, я только спросить Что такое? Срочно на рентген, срочно на рентген Продолжаем фантазировать В некоторых песнях есть звуки Которые, казалось бы, взялись там Непонятно откуда Но если их грамотно объяснить Все становится на свои места Итак, Григорий Лепс не сразу понял Как включить микрофон Олега Газманова Чуть не укусила Гремучая змея И не так уже вечером Нас зовут фонари Во время песни группы Любе Внезапно начали кого-то отпевать Али есть то место Али его нет Оказывается, Ирина Аллегрова Не знает слова спасибо Когда ты даришь мне розбукет Я говорю привет В саундтреке к фильму 17 мгновений весны В начале, непонятно по каким причинам Вместо пианиста играет ксилофонист Ну же в фильме, джентльмены, удачи Ксилофонист отомстил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой зритель, это было наше первое свидание И мы просто уверены, что все у нас с вами будет хорошо Потому что с белорусами встречаются только по любви Ну не за денег же Ну да Мы благодарим правительство Москвы за помощь в организации игр КВН Напомню, что из всех играющих сегодня команд В следующий этап пройдут три команды, занявшие первые три места Первое свидание с командой КВН Сборная сельскохозяйственной академии Город Иркутск Иркутская сельскохозяйственная академия представляет Начнем с фактов 103 миллиона тонн зерна 71 миллион голов скота 15 миллионов тонн овощей И все это не райдер бурановских бабушек А сельское хозяйство России Да вы только представьте себе Что было бы, если бы не было сельского хозяйства Дорогой Леонид Аркадьевич Я вам привезла баночку с водой И еще баночку с водой Наша команда представляет в этом сезоне Город Иркутск и Иркутскую область Иркутское сельское хозяйство Развивается в суровых сибирских условиях Вы думаете, это зимняя рыбалка? Нет, так мы делаем лунки под посадку картофеля В сельском хозяйстве работают сильные мужчины И не менее сильные женщины Наши доярки каждое утро Выпивают стакан натурального, свежевыжатого молока Но есть у нас в колхозе и проблемы Чтобы мы не выращивали, все равно получаются огурцы При этом мы используем самые современные технологии Встречайте сборная Иркутской сельскохозяйственной академии Добрый вечер, дорогие друзья Для торжественного открытия нашего выступления На сцену приглашается председатель нашего колхоза Человек, который добился в жизни почти всего Почти закончил школу, почти купил машину, почти перестал пить А также завхоз, завгар и просто хор чел Александр Владимирович Ланин А ведь я добрый, я хороший, но как не можешь Добрый вечер Можно сказать, у нас с вами сегодня первое свидание Поэтому давайте знакомиться Перед вами выпускники лучших сельскохозяйственных вузов города Иркутска Иркутской сельскохозяйственной академии И вот мы все здесь собрались На КВН Но и про работу забывать нельзя Так что вы уж нас извините, нам лук надо отсортировать Вить, давай, вываливай Давайте, перебирайте, а мне ехать надо Где мой водитель? Украдет и позовет тебя темная ночь Ты где постоянно шаришься? Где вчера вечером был? На свидании Уууу, ее! С кем? Так брата же посадили, я не говорю, что ли? Так ладно, поехали Кстати, завтра по 300 рублей мне принесете? На что? Все, поехали Так на что? Поехали, поехали Смотрите, это же Николай Ильич, директор агрохолдинга Неужели он вместе с нами лук перебирать будет? Николай Ильич Вот, настоящий руководитель Потому что сельское хозяйство это вам не хухры-мухры Че опять я-то? Так помолчи Боря, все время лезешь Ты почитай хозяина Помни свой долг Нас ведет по жизни Бусидо Огнем и водой крестил нас Мусаси Что за Мусаси? Известнейший самурай, жил в 17 веке Известнейший? А ты знаешь самурая поизвестней? И еще, я взял себе нового работника, секретаря Таня, выходи Да, Александр Владимирович Какие новости? С утра звонили из детского садика, жаловались Там ваш сын за завтраком, всех детей чокаться научил И еще звонили с поля чудес, просили забрать приз Может лучше деньги? Приз, приз, приз Ладно, приз И еще, Танечка, пометь себе, дня города нынче не будет Че? Как так? Почему? У нас село А Но комиссия все же приедет То есть навоз с улиц убрать? Ха, убрать Украсить Украсить Спасибо, Танюш Можешь идти, ведь Иди отсюда Эх, нравится она мне Надо съездить цветов купить Где мой водитель? А ты знала, я такой равнодушный А где машина? Там Где там? Правильно говорит, не где там А обо что там? Об дерево Там Так ты что, машину разбил? Да что вы за люди такие Ничего вам поручить нельзя Вот берите пример Семена Павловича Так он же умер Зато не пьет Да ну вас Ребят, вы не видели Александра Владимировича? Александр Владимирович сейчас занят А кто его спрашивает? Татьяна Таня, Танечка А я ваш мячик в речке нашел Очень смешно Таня, давайте чисто гипотетически Представим, что вы моя женщина Я буду исполнять все ваши желания Скажите, иди с мужиками пиво пей Все брошу Закушу губу Но пойду с мужиками пиво пить А ведь я добрый Я хорош Да-да-да-да-да Это Кавказ Это что, из-за тебя, курица? Да батю убил Мужики, не летуйте Тема игры «Любовь» А вы тут устроили И правда, что это мы? Дорогие друзья, мы долго думали, что такое КВН И поняли КВН – это как роды у козы принимать И весело, и вся семья идет посмотреть Сборная сельскохозяйственной академии Сборная сельскохозяйственной академии Конкурс приветствия продолжается Первый шаг в этом сезоне Делает команда КВН-сборная МФЮА Москва-Волгоград Внимание! Содержание юмора в данном ролике в два раза превышает допустимые нормы Потому что все остальные команды шутят только про один город, а мы сразу про два Сборная МФЮА Москва-Волгоград Это Москва Мэр Москвы активно борется с пробками В связи с этим было даже решено поменять герб города Москва и Волгоград очень похожи В Москве после 11 купить уже нельзя А в Волгограде уже нечего И снова Волгоград Мало кто знает, что знаменитый тульский мастер-левша подковал свою блоху не в Туле А именно у нас в Волгограде Просто в Туле в то время блох еще не было, а в Волгограде уже были Добрый вечер А это снова Москва и ее знаменитый район Рублевка Именно здесь во время кризиса люди в панике скупали не домашние кинотеатры, а обычные Один, кстати, до сих пор не распакованный А это великий русский полководец Кутузов, который решил сжечь Москву только после того, как купил земельный участок в Волгограде Ну и о главном Жители Волгограда видят это платье как синее-черное, а жители Москвы как бело-золотое В этом наши города и похожи Нас не волнуют глобальные проблемы Нас волнует, какого цвета платье Что так сердце, что так сердце раздревожено Просто первое свидание с тобой А любви у нас немало песен сложено И не видим смысла, мы еще на одной Добрый вечер, друзья Тема игры и любовь И безусловно, КВН любят многие Но есть и другие любимые передачи Итак, казус на программе Кто хочет стать миллионером? Ну что, кому будете звонить? Моему другу Алексея Хорошо Леш, привет! Алло, я только тебе набрать хотел Слушай, схема, через которую мы отмывали бабки, спалили Нигде не светись, мы в розыске Я сам отсиживаюсь на хате на Ленина 23 Подожди, кто-то в дверь звонит Всем лежать, это ОМОН! Ситуация ухудшается Срочно дуй ко мне Ты все понял? Есть вопросы? Кто из трех поросят жил в каменном домике? Представьте, на базу сборной России по футболу Залетел воздушный шарик Вот это мяч, я понимаю! Нам бы такой! А в Москве любовь бывает разная Ты моя девушка Моя солнышко Лена Моя Леночка А ты точно Галустян? Точно, точно! Случай под окнами роддома Кать, кто? Близнецы! А для мужчины нет ничего хуже, чем ходить с женой на шопинг Именно поэтому многие мужья дают свои кредитные карточки женам А сами развлекаются как могут Ну что, эсэмэски всем пришли? Вскрываемся Парфюмерный магазин 3200 Спа-салон 8000 Итальянская обувь 12600 Антоха, у тебя что? Антоха Антоха Норковая шуба И сколько стоит Лёх Лёх Из-за финансового кризиса такая ситуация чисто теоретически может произойти в кабинете Константина Львовича Эрнста Константин Львович, мы проанализировали наши затраты Основной пункт расходов зарплата Нагиева Ну и что вы предлагаете, мне его уволить? Боже упаси Просто заменить, тем более вариантов масса Ребята, заходите Ну этот слишком маленький Этот слишком большой Этот вообще не похож А вы с ним поговорите Какие передачи хотите вести? Все А сколько зарабатывать? Много Не, ну по смыслу точно Нагиев? Но не похоже, ну Ну может тогда вот этот? Ну пусть прочитает текст Дмитрия Так, понятно Слушайте, вот же нормальный вариант Накачанный, стильненький, то что нужно Это да, но есть один минус Какой? Оу Не, тогда старого оставим Ну и наконец, наша самая главная любовь Это любовь к родине Сейчас на Западе многие пытаются переписать нашу историю И выглядит это довольно глупо и комично Итак, представьте Отряд скаутов пришел к своему легендарному американскому деду Скажи-ка, Билли, ведь не даром Сначала дав отпор хазарам, потом монголам и татарам Прошли вы пол земли Да, были схватки боевые Да говорят еще какие Не даром помнят все в России Как мы их всех спасли Бой челубея с пересветом Наш СНН вещал об этом Не брось в него б я табуретом Исход бы был другой От русских лишь одни подставы Теперь там шведы под Полтавой И мы пакуем чемоданы во вторник поутру И вот на стелсе из Айдахо Я, Супермен и Росомаха Летим в Полтаву шведа жахать Чтобы помочь Петру Вот так во всем преуспевали И в космос первыми летали Где наш капрал Гагарин Гарри Сказал свое Let's go Но я вам так скажу, ребята Пройдут года, сотрутся даты И подвиги американцев Пусть превратятся в тлен Одно лишь забывать не надо То ранчо в штате Колорадо Где я, Снупдог и Леди Гага Создали КВН Ну и в конце хотелось бы закончить фразой Которую обычно говорят парни своим девушкам После первого свидания Все было отлично Я перезвоню Команда КВН Сборная МФЮА Благодарит ректора Московского финансо-юридического университета МФЮА Алексея Григорьевича Забелина И вновь о любви поговорим В рамках нашего первого сегодняшнего конкурса Свою версию первого свидания Демонстрирует нам команда КВН Детективное агентство Лунный свет Белгород Это город Белгород Белгород был основан в 1593 году Че за унылая фигня Это город Белгород Белгород, Белгород, Белгород И это тоже Белгород И это Белгород, Белгород, Белгород Снова Белгород Ах, какой же он красивый Кто красивее, Чанинг, Татум или Холибери? Ты че тупой? Конечно, Белгород С высоты птичьего полета Белгород похож на Белгород Этот ребенок только что узнал, что он родился не в Белгороде В Белгороде живут самые красивые, умные и талантливые люди И собака-полиглот Если ты никогда не был в Белгороде, нам не о чем с тобой говорить Поговори лучше с ней За время этого ролика слово Белгород прозвучало 20 раз Белгород 21 раз Белгород 22 раза Да какая разница сколько, чем больше, тем лучше Белгород, 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 Белгород Белгород Тема этой игры, любовь Я люблю тебя А я люблю Белгород Давай поиграем в города Белгород, ты выиграл! Бесконечно долго можно смотреть на три вещи Фото Белгорода, видео Белгорода и макроме с видами Белгорода Да что мы все о Белгороде, да о Белгороде Команда КВН, детективное агентство, лунный свет Город Белгород Здравствуйте Тема игры, любовь Тема приветствия, первое свидание И мы как команда из двух парней считаем, что это провокация Ну, в принципе, ради победы мы готовы на все Ну, если что, красиво головой потрясти точно сможем Наша первая миниатюра, как первое свидание Мы тоже не знаем, к чему это все приведет Представьте, глава пенсионного фонда в детстве в деревне у бабушки Значит так, внучек, сейчас ты пойдешь и соберешь колорадского жука Семи гектаров картофеля Потом прополешь два гектара клубники И все деньги, что на тебя дали родители, я забираю себе Бабуль, я пока не знаю как, но в будущем я тебе обязательно отомщу Лене в классе завидовали и мальчики, и девочки Потому что и грудь, и усы у него начали расти быстрее остальных Давайте представим, Леонид Якубович дома ищет заначку По поцелую о человеке можно сказать многое Я, например, сразу понял, что не буду за него голосовать Продолжение темы любви Случай в магазине «Мир дверей» Здравствуйте! А у вас же все двери есть? Конечно, это же «Мир дверей» А есть дверь, как в фильме «Любовь и голуби»? А материал какой? Дуб, ясень? Не, вы не поняли, ну которую открываешь и сразу в море можно упасть Кажется, я понял, что вам нужно Двери в море из «Любовь и голуби» закончились Закончились, да? Вы что, тупой? Какие двери в море из «Любовь и голуби»? Это магазин «Мир дверей» на Новослободской Ну ладно, буду искать Удачи Братан, купаться идем? Водичка супер Да подожди ты Никому тебя не продам Моя девушка сказала, что хочет умереть со мной в один день Я спросил, что это ты задумала? Итак, финансово-аналитическая передача «Наши дни» Добрый вечер, в эфире передача «Пьем чай с финансовыми аналитиками» И сегодня мы обсуждаем кризис в России, которого по сути нет Вы знаете, я его, например, вообще не ощущаю Тем более цены на нефть растут Доллар стабилизировался И можно сказать, что кризис уже отступил Как считаете вы? Знаете, я полностью с вами согласен Более того, я бы даже сказал, что мы не только выбрались из кризиса Но и даже начали немножечко обрастать жирком Ну и самое главное, что хотелось бы сказать в конце Главное это что? Это уверенность в завтрашнем дне Шутки закончились, поэтому анекдот Попали как-то на небитаемый остров американец, француз и русский Так Владимир Познер один на небитаемом острове и просидел А если ваш бизнес идет хорошо, рано или поздно к вам придет налоговая Давайте представим, налоговая пришла в магазин приколов Здравствуйте, это магазин приколов? Нет, они переехали 7 лет назад Ой, извините, пожалуйста Да я прикалываюсь, это же магазин приколов! Я знаю, что вам нужно, смотрите, абсолютно неправильно считающий калькулятор Это очень смешно, смотрите, 2 умножить на 2,76 Ха-ха, вчера вообще 53 показал Вы тут работаете нелегально, на этом адресе нет ни ООО, ни ИП Ну да, так в этом и прикол Это же магазин приколов! Прикольщик, тебе грозит штраф с конфискацией Как-то вы слишком дерзко разговариваете, вообще знаете кто я на смотри? Директор моря? А, нет, вот Мастер спирта международного кваса? Нет Папа Рюмский? Нет Ветеран Куликовской битвы? Ни-а Мистер Твистер бывший министр? Нет Мистер Твистер миллионер? Нет А, да, мистер Твистер миллионер Ну я вас поздравляю Давайте, может, просто договоримся? Банкноты банка приколов Ну да, сейчас такая ситуация в стране, что любой банк может стать банком приколов! И в конце Тема приветствия Первое свидание Для нашей команды это уже пятое свидание с высшей лигой И по идее нам уже должно что-то перепасть Спасибо! Дорогие друзья, мы закончили с первым конкурсом для того, чтобы узнать, у кого он получился лучше Давайте все пять команд вновь пригласим на эту сцену Пожалуйста Уважаемые жюри, окиньте, пожалуйста, любовным взглядом стоящие перед вами команды Они в вас очень верят Окинули, теперь давайте оценки Итак, конкурс приветствия Сборная Грузии, Дбилиси Москва, Волгоград 5-4, 5-5-4 И детективное агентство «Лунный свет», город Белгород 5-5, все судьи, 5 баллов Пожалуйста, средние баллы за первый конкурс, уважаемая редактура Погласите Сборная сельскохозяйственной академии Иркутск 4 балла ровно Команда КВН «Лучшие друзья БГПУ» и сборная МФУА по 4,6 балла Сборная Грузии 4,8 балла И команда КВН «Детективное агентство «Лунный свет» 5 баллов ровно Дорогие друзья, переходим к следующему конкурсу нашей третьей игры 1-8 финала В КВН основной боевой единицей считается литературная реприза Ну а коль скоро в России идет год литературы, грех этим не воспользоваться У нас есть целый конкурс литературных реприз И сегодня мы вновь играем конкурс «Биатлон» Правила его просты Команды приготовили целый набор Целый список шуток По очереди будут их читать Что-то нравится жюри, что-то не нравится Вот что не нравится За это можно пострадать Получить энное количество От 1 балла И идти готовиться к следующему конкурсу Любви все возрасты покорны Ну вот скажем, пусть будет так «Биатлон» Поехали, Минск Во время салюта, держа на плечах 100-килограммовую девушку, Коля верил, что этот салют в его честь Еще Когда машина президента едет не туда, GPS-навигатор говорит, ну можно и так Еще Мужики под роддомом аплодировали стоя парню, который кричал «Свет, а давай останемся друзьями» Спасибо Дальше Иркутск Уволенные селекционеры футбольного клуба «Жигулевская стрела» Потому что они не искали новых футболистов, а пытались скрещивать старых Учительница русского языка случайно сматерилась во время диктанта Сделала вид, что так и должно быть и повторила слово медленно и по буквам Еще Отец заметил, что от сына пахнет алкоголем, но ругаться не стал Закодированный отец скучал по этому запаху Спасибо Дальше В Грузии, если в твою машину въехала другая машина, то в протоколе пишут не авария, а водитель зашел в гости к другому водителю Еще Житель самого верхнего этажа небоскреба в Москва-Сити, когда обращаются к Богу, смотрят вниз И еще Минутка гордости Грузинские подгузники впитывают не только влагу, но и мудрость предков Дальше, МФЮА, пожалуйста Звук в телевизоре не работал, поэтому бабуля делала выводы о ситуации в стране, ориентируясь исключительно по бровям ведучей И еще Вчера состоялся самый короткий футбольный матч в истории Сборные Колумбии и Казахстана просто обменялись товаром и зашлись И еще Паникующий бомж так импульсивно пытался рассказать всем о пожаре, что пугал людей больше, чем сам пожар И, пожалуйста, Далс, Филипп Солдат ребенка не обидит Лейтенант Петров еще ни разу не задерживал алименты Еще Повариха столовой номер 17 хотела грудь, как у Анны Семенович Но, к сожалению, операции по уменьшению груди в России редкость Но еще Рубрика «Счастливое совпадение» Фамилию Зюганов ворд подчеркивает красным По одной шутке еще все Кроме Далса Филипп, отдохни, а мы за свое опять Так, пожалуйста, Минск Уронив перед ЗАГСом обручальные кольца в раковину Марина доказала, что рука может принимать форму трубопровода Так, пожалуйста, Иркутск В доме с очень тонкими стенами порой не только слышно, но и видно, чем занимаются соседи Пожалуйста, дальше Один мальчик был настолько некрасивый, что даже его воображаемый друг играл с другими детьми Кристина поняла, что пластическая операция прошла как бы не очень удачно Когда муж при встрече крепко пожал ее за лицо Вам это что-то дало? Трагично пошутят в последний раз либо лучшие друзья, либо сборную МФЮ Ну, пожалуйста, прошу Гусары ворвались в город так стремительно, что Оля подумала, что отдалась облаку пыли Жена Вити поняла, что муж ей изменяет, когда в 2 часа ночи позвонил Андрею на мотаж и плача сообщил, что она беременна Ну и всего-то 0,6 балла, а у нас разговору, ну, кому? Нам без разницы Ну, давайте, может, выберем какую-то другую пару, понимаешь? Звездное образие момента, раз вам все равно Тогда Иркутск и Тбилиси В общем, логика есть, Константин Львович Так, пожалуйста, Иркутск Когда Стивен Сигал покупал своему сыну игрушечный кораблик, он лично с ножом проверил каждый отсек Профессионал всегда профессионал Увидев несущегося разированного быка, Леонид Якубович назвал все слово целиком Лучшие друзья уходят Итак, Филипп вернулся на место и три потрепанных уже в боях биатлонных участников продолжат вместе с ним Пожалуйста, поехали Иркутск Во дворе Дениса называли крысой, не потому, что он был жадным, а потому, что переносил чуму Ну, видишь, как начинается следующий круг Так, пожалуйста, еще Если есть Очень многодетная мать забрала детей из садика, и там никого не осталось Ну, хорошо Один отмучился, дальше, пожалуйста Крупа, чай вдвоем снова объединилась ТТП произошло вчера в 10.00 на проспекте Мира И еще Грузинские медведи настолько гостеприимные, что они сначала показывают свою берлогу Досы-то кормят гостя, а уже только после этого разрывают его на куски Суровые медведи, так, пожалуйста, МФЛЯ Футболист заранее не придумал, как будет праздновать забитый гол, поэтому просто разнес конфеты по трибунам Водитель точно понял, что от него хочет гаишник, когда на права начала капать слюна Ну что, будем слушать Филиппа, или пусть постоит, а с этим Пожалуйста, давай Дальнобойщик Виталий умеет писать только три слова Пустой, груженый и Виталий Еще Когда директор ЖЭКа сдает кровь, врачам приходится подождать, пока стечет ржавое Серьезно Так Сколько там? 0,7 балла Ухует МФЛЯ МФЛЯ 0,7 балла Борьба за 0,8 балла Пожалуйста, Иркутск Идеальный горб верблюда, тот, что помещается в ладошку бедуина И еще Если купить водку дешевле 100 рублей, то можно почувствовать пристальный взгляд апостола Петра Прошу Сбор на Грузии Объявление На передачу «Жить здорово» в качестве зрителей требуются позитивные люди с кучей заболеваний и желанием аплодировать поролоновым органам Еще Это знают не все Постер Памела Андерсон чисто физически невозможно скрутить в рулон Ну, в общем, главное, чтобы звери поняла Прошу, Филипп После игры в бумажки пара забыла снять стикеры Это был первый случай, когда Сталин целовался с укупником Еще Все? Нет С грустью, сказал он А сегодня суровое испытание мы устроили командам Так, ну, тем не менее, пожалуйста, Филипп Со словами «Живем один раз» Серега выпил литр незамерзайки и был абсолютно прав Спасся в последний момент Последний момент Пока нас покидает сборная Грузия Сборная Грузия, 0,8 Село на город Скажи честно, сколько шуток осталось у тебя? Круто, бей Поехали Это интересно, просроченные энергетические напитки успокаивают Еще Пафосный самоубийца спрыгнул с крыши, начав с сальто Еще Справедливый фермер Петров не мог просто так убить свинью, поэтому он дождался, пока она похитит его детей и уже потом расправился с ней Так, пожалуйста, Филипп Повезло так повезло Учительницы информатики к старости вместо седых волос начали расти сразу фиолетовые Еще Отчаявшись сменить команду, Роман Павлюченко решил выброситься из трансферного окна Еще Родители вернулись домой и увидели сына в платье Но их больше интересовало, какого оно цвета, бело-золотистое или черно-синее Спасибо Итак, решайте 0,9 и 1 балл Чего? В результате смертельной битвы победил Иркутск Итак, 0,9 дал и 1 балл Сборная сельскохозяйственной академии Сумма за два конкурса Сборная сельскохозяйственной академии 5 баллов ровно Лучшие друзья БГПУ 5,2 балла Сборная МФЮА 5,3 балла Сборная Грузии 5,6 балла Детективное агентство «Лунный свет» 5,9 балла Ну что ж, борьба действительно обострилась после биатлона И переходим к завершающему конкурсу игры Как и в первых двух играх, это будет музыкальное домашнее задание «Влюбленный часов не наблюдает» Вот так мы решили его назвать Смотрим музыкальное домашнее задание «Влюбленный часов не наблюдает» Детективное агентство «Лунный свет» Белгород Тема музыкального домашнего задания «Влюбленный часов не наблюдают» При подготовке к нему мы прослушали абсолютно все песни о любви Любовь 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 Аааа, любови Не любовь Любовь Как вы поняли, мы не совсем рационально использовали время на подготовку Не будем повторять тех же ошибок и сразу начнем Также, прослушав много песен, мы заметили, что в них исполнители задают очень много вопросов, на которые пока что нет ответов Мы придумали уникальное приложение, которое ответит на любые музыкальные вопросы Давайте его проверим Ну что же, первая песня Потому что до этого он был желтый Принцип понятен, продолжим Семга 164 рубля Карась 40 рублей за килограмм Еще Егэ Дальше Ну где же ручки В канцелярском магазине Следующее Почему так жесток снег Это Россия, детка Дальше Как ты могла, подруга моя Ей 30, она не замужем Еще Как теперь не веселиться Посмотрите РБК И последнее А не спет ли мне песню Аааа, любви Спой Это в тему игры Петь песню мы не будем Но кое-что вам расскажем Из одной песни можно сделать целое телешоу Не верите? Сейчас мы вам это докажем Итак, первая музыкальная Интеллектуальная викторина По одной песне Здравствуйте Мы приветствуем вас На первой музыкальной викторине Закончи слово Начинающееся на Кара-кара И наш первый участник Филипп Ваша задача крайне проста Вам просто нужно закончить слово Начинающееся на Кара-кара Поехали Это Кара-кара-кара Кара-кара-кара Лдаш Абсолютно верно Это карандаш И мы идем дальше Это Кара-кара-кара Кара-кара-кара Си Правильно Это караси Но Как вы поняли Что это именно караси А не один карась Ну тут же их два Какая наблюдательность Мы продолжаем Это Кара-кара-кара Кара-кара-кара У Правильно Это Кара-ул Друзья 61 рубль за доллар Это Кара-ул Это Говорю вам Я Обладатель Долларовой Ипотеки Ну что ж Мы продолжаем Это Кара-кара-кара Кара-кара-кара Тит Правильно Каратит Розетка Каратит Мы идем дальше Это Кара-кара-кара Кара-кара-кара Оке Да Это Кара-оке Вы Отгадывайте Великолепно Вы Карасавчик Мы продолжаем Я беру Дополнительный Припев Так Можно Мзин Абсолютно Точно Внимание На экран Это Действительно Карамзин Ну И По доброй Традиции В конце Каждой Передачи Я называю Невыпавшие Слова И сегодня Это были Пус Ганда Бли И конечно же Мысла А уже в следующей передаче Вы увидите Это Бала-бала-бала-бала Шиха Правильно Это Бала-шиха Бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала-бала Итак, друзья мои, это было начало третьего конкурса сегодняшней игры, музыкального домашнего задания «Влюбленные часов не наблюдают». Теперь наступил черед следующей команды. Сборная МФЮА. Москва-Волгоград. Дамы и господа, мы начинаем нашу традиционную весеннюю музыкальную лотерею «Влюбленные часов не наблюдают». Итак, первый выигрышный номер о наболевшем. Эпиграф. Любви я разной повидал, из сердца обливалось кровью. Люблю я русский сериал. Люблю, но странную любовью. Во все тяжкие химик подяжет мед. В дневниках у вампиров опять рассвет. Кто-то любит «Спартак», ну а кто-то «Игры престолов». Но в России снимать это смысла нет. Нас не кубишь на звезд и большой бюджет. Ведь для русских важней, как сказал Ваэд, «Сил от слова». И вот поэтому вновь Мчатся, чтоб людям помочь. Я мухоморья, дукалец, а я казаннова. Дети вредовых фантазий и диких идей. И наплевать нам на все ваши игры престолов. Я мухоморья, дукалец, а я казаннова. Ну, мы продолжаем нашу лотерею. И следующий номер актуальный. Вы слышали, совсем недавно Владимир Путин подписал указ о сокращении своей зарплаты и зарплаты всех чиновников на 10%. А вот как это было. Ночь в Кремле была бессонной, Не сомневаясь, ни минуты. Сокращал своим зарплату И себе Владимир Путин. Минус 10% Нас вообще-то не ранует. До свидания, Соренто. Летний шопинг в Италии. Минус 10% Мы хотим разобраться Но с таким президентом Мы готовы на 20. Ну и наконец, последний выигрышный номер. О любви русских людей к праздникам. Среди множества праздников есть такие, которые отмечаются нами с особым размахом. Например, Масленица. Мы приветствуем вас на ежегодном чемпионате по поеданию блинов. И сегодня за главный приз 500 тысяч рублей поборется непобедимый Иван из Москвы. И участник из Волгограда Владислав. Три, два, один, начинаем. Давай, Владик, давай. Тренер, он их даже не жует. Садись. Да не до этикета сейчас, Владик, ускоряемся. Давай по три, мой хороший. Давай, давай. Давай, мой хороший. Без сметаны нельзя, я вас дисквалифицирую. Какие проблемы. Ай, Влад, да что ж ты? Иван идет на новый мировой рекорд. Так, Вася, воронку. Давай по десять, ускоряемся. Так, сейчас мы тебе туда их протолкнем. Давай, давай. И что мы видим? Владислав теряет сознание. Так, Владик, не время спать. Во, 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 давай, давай, сам уже. Да куда же, назад. Ну, Владик, пошире рот. Сейчас последнюю стопку за один раз. И все, мы чемпионы. Готов и... Есть, победитель! Друзья, вот и подошла к концу наша лотерея. И мы искренне надеемся, что все номера, которые мы вам сегодня показали, действительно были выигрышными. Время быстро пролетело, так и годы пролетят. Как же это все случилось? Кто же в этом виноват? Любовь одна виновата. Лишь любовь во всем виновата. Лишь любовь в игре виновата. То-то и оно, то-то и оно. Любовь одна виновата. Лишь любовь во всем виновата. Лишь любовь всегда виновата. Команда КВН «ДАЛС» благодарит президента некоммерческой организации Белгородская торгово-промышленная палата Валерия Степановича Скруга. Команда КВН сборная сельскохозяйственной академии благодарит Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского в лице ректора Геннадия Орденовича Токоландзе, а также администрацию депутатов Думы города Иркутска. Музыкальное домашнее задание. Влюбленные часов не наблюдают. Сборная сельскохозяйственной академии Иркутск. Сельскохозяйственной академии Иркутск. Сельскохозяйственной академии Иркутск. Добрый вечер. Спасибо нашему прошлогоднему победителю конкурса сельских талантов «Стыд весна-2014» за то, что он открыл наш концерт под названием «Влюбленные часов не наблюдают». Мы начинаем. И открывает нашу концертную программу коллектив, состоящий из дойеров и доярок, который образовался в результате слияния вокального ансамбля «Молоко» и танцевального коллектива «Огурцы». Песня про замминистра. Прилечит замминистра в голубом вертолете и бесплатно поезд и попьет. Спасибо в ноль, всех поздравит и лопату подарит, мотивируя сельский народ. Лучше бы вообще тогда не приезжал. А я напоминаю, что лучшие участники нашего концерта получают тотем на право больше не участвовать в этом концерте. В этом году нашему поселку на строительство школы было выделено 5 миллионов рублей, а построили мы ее за 500 тысяч. Это вы к чему? Сельская магия! Если вы не поняли, что все это обман, сейчас мы разоблачим этот фокус. Для того, чтобы понять, как он работает, давайте посмотрим на него с обратной стороны. Видели, видели, побежал! Так, Махмуд, не мешай фокуснику, иди отсюда! Во время антракта все зрители приглашаются в буфет, потому что в зале будет проходить кварцевание. А продолжает наш банкет Бэрмен Шоу! Как интересно, скорее бы попробовать! Опа, красиво! Коктейль «Секс на грядке» готов! Может быть, секс на пляже? Поверь, Машенька, я лучше знаю эффект этого пойла. А на сцену вновь рвется фокусник «Сельская магия»! Сейчас мы разоблачим и этот фокус. Для того, чтобы понять, как он работает, давайте посмотрим на него с обратной стороны. Видели, видели, побежал! Так, Махмуд, пошел он отсюда! А сегодня день рождения празднует наш главный бухгалтер Ирина Алексеевна! У-у-у! И наш специалист по информационным технологиям нашел в интернете ее фотографии и приготовил поздравительный калаш. Внимание на экран! Дорогая Ирина Алексеевна, мы очень хотим, чтобы ваше настроение всегда было таким же, как у этой женщины на фотографии. Что ж, а на сцене появился запах сыворотки, а это значит, что и нам пора сворачиваться. Дорогие друзья, как известно, в России две беды – дураки и дороги. А в сельском хозяйстве все иначе. У нас дорог нет, а дураки – это наше счастье, потому что кто еще за такие деньги работать будет? Сборная сельскохозяйственной академии. Спасибо. Команда КВН «Сборная Грузии» благодарит президента общероссийской общественной организации «Союз грузин в России» Михаила Михайловича Хубутия. Команда КВН «Лучшие друзья» благодарит Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка в лице ректора Александра Ивановича Жука и поздравляет университет со столетним юбилеем. Музыкальное домашнее задание «Влюбленные часов не наблюдают». «Лучшие друзья» Минск. «Лучшие друзья! Лучшие друзья! Лучшие друзья!» Тема музыкального домашнего задания «Влюбленные часов не наблюдают». И действительно, когда любишь, то не обращаешь внимания на проблемы, даже в такие трудные времена, как кризис. Поэтому сегодня мы, белорусы, люди, которые знают, что такое кризис, хотим рассказать вам несколько секретов, как экономить. Лапочка, если перегорела, выкруйте в зале, где в люстре их три. Если встречаешься с девушкой, помни, что одуванчики тоже цветы. А сэкономить, чтоб на подарках лучше расстаться вот в эти дни. В кризисе то, что обычно не ели, смело должно войти в одни ход. А загорать можно ведь и на крыше. Забудьте про турцию на один год. Про парикмахерскую позабудьте. Мама сама вас сможет постричь. Не сдачи одежду, домой вы верните. Ее ведь вполне еще можно носить. Осеннее, зимнее, летнее, дурка. Понятия нет, одна должна быть. Игрушки вы сыну не покупайте. Их и на улице можно найти. Ну а таксиста вы убедите. У вас восьмерых стараться подвезти. Как сэкономить вам на бензине? Так же у нас есть мысль одна. На мойку напрасно, деньги не тратите. Главное, что дорога видна. И вот еще несколько важных советов. Как сэкономить может страна. Если все сделать, как мы сказали, Впервые в истории произойдет. Повторит Россия за Белоруссию, А не, как обычно, наоборот. Тема игры «Любовь». Больше всего о любви поется в индийских песнях, А больше всего юмора в народных частушках. Мы решили совместить две эти вещи И представляем вам впервые на сцене КВН Индийские частушки. Денег нет, и все несчастны, Это мы индусы. Денег нет, и все счастливы, Это белорусы. На базаре я купил чай принцесса Мури, Доказать, что этот чай не смог в прокуратуре. На свадьбе я в России был, Цыгане выступали влюбленные, И тесть потом часов не наблюдали. Дворцами древними у нас Вся страна покрыта, В сумме стоят все они, Как стадион зенита. У нас траву тадж-махал, Все люди поклоняются, А у вас такое место ЦУМа называется. Всем известно, что недавно в нашей стране Проходили важные переговоры. И президент нашей страны не только встречал гостей в аэропорту, Но и провел небольшую экскурсию по городу. Наша национальная библиотека. Красиво, красиво. А потом мы поедем в знаменитый белорусский планетарий. Александр Григорьевич, а чем же он знаменит? Чем знаменит? Тем, что там через полчаса будет сразу пять президентов. А это наше самое большое казино. И там все россияне берут с вас пример, Владимир Владимирович. В смысле? Сокращает свои зарплаты на 10%. Господин президент, я заметил в вашей стране такие хорошие дороги. Да. У нас в Беларуси очень хорошие дороги. Не то, что бы очень, но такие нормальные дороги. А вот я заметил, у вас очень чистый город. Это, наверное, потому что мы в Беларуси. Это потому что я в Беларуси. В общем, я предлагаю, давайте через пять лет опять встретимся президентами у нашей красивой Беларуси. Будут все. Я, Владимир Владимирович. Кто-то от Франции. Кто-то от Германии. В общем, добро пожаловать в Беларусь! Дорогой зритель, мы не случайно вышли всей команды на сцену, потому что Беларусь и Россия — это лучшие друзья. А лучших друзей надо знать в лицо. Официальный банк игр КВН — банк открытия. Банк открытия. В жизни всегда есть место открытию. И еще одно музыкальное домашнее задание «Влюбленные часов не наблюдают». Сборная Грузии. Сборная Грузии представляет свою версию «Влюбленные часов не наблюдают». Так, я не понял, почему сборная Грузии уже 5 секунд на сцене, а никто не поет? Мы наблюдаем эти часы, значит, мы недостаточно влюблены. Я вам больше скажу, у весь зал смотрит на эти часы. Да! Если они наблюдают эти часы, значит, они не до конца влюблены в сборную Грузии. Да! Начинаем все исправлять! В Грузии тоже любят смотреть фотографии в сети Инстаграм. А лайки у нас ставят под музыку. Если фотография нравится, то все поют. Если не нравится, то все танцуют. Сборная Грузия Самая позорная ситуация в Грузии. Человека выгоняют из хора. Ребята из хора кого-то выгоняют. Что? И это ты. Почему я? Потому что нам в хоре два одинаковых не нужны. Но мы же все разные. Так разные, посмотри. Вот видишь, две до. Пока! Кто там? Никого, тебя уже выгнали. То есть выгоняете? Повторяю, мы тебя выгоняем. Зато вы не знаете великих композиторов. Зато мы в хоре, а ты нет. Между прочим, у меня единственного за спиной есть консерватория. Ого! Это значит у тебя за спиной консерватория? Сейчас, стань вот так. Вот теперь у тебя за спиной музей. А теперь вот так. Вот теперь у тебя за спиной детский садик. А теперь у тебя за спиной хор, из которого тебя только что выгнали. Харалу! Лау-ди-олей-ла! Абабелья! Не понятно! Многие грузийские передачи похожи на российские. Только у нас все передачи музыкальные. Например, программа Первого канала «Кто хочет стать миллионером» у нас полностью музыкальная. И выглядит так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам! Итак, у нас в гостях новый участник Георгий Парунашвили. И первый вопрос. Я знаю точно, растает лёд. А что ещё можно знать точно? А. Высохнет дождь. Б. Успокоится ветер. С. Потрескается рубероид. И Д. Зачещется нога. Д. Зачещется нога. Правильно! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Следующий вопрос. Наша служба и опасна, и труда. И на первый взгляд, как будто не видна. На какой взгляд видна служба полиции? А. На второй. Б. На третий. С. Вообще не видна. И Д. Смотря, как посмотреть. Смотря, как посмотреть. Трусливо, но правильно! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Следующий вопрос. Николай, 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 не могу позабыть свой ла-ли-ла-лай. Чем можно перебить ла-ли-ла-лай Николая, чтобы его забыть? Сразу дам ответ. Ла-ли-ла-лай Георгия. Правильно! Следующий вопрос. Попробуй, муа-муа, попробуй, джага-джага. А что еще нужно попробовать в своей жизни? А. Чих-пих. Б. Шпили-вили. Ц. Фирт-фирт. И Д. Юпи-пиф. В грузинской кухне все специи вкусные. Правильно! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И последний вопрос на миллион. Она вернется, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Итак. А. Кто записал эту песню? Б. Зачем он это сделал? Ц. Где его найти? И Д. Если я его найду, кто со мной? Я с вами. А миллион? А без вреда этого человека важнее. Правильно! Все интересуются, почему грузины так хорошо поют. Поверьте нам, хорошо петь мы сможем научить абсолютно любого человека из зала. Вот, например, вы молодой человек. Да-да, вы. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Ираклий Перцехалава. Вот видите, мы абсолютно не знаем этого человека, и мы научим его хорошо петь. Где вы работаете? На российской эстраде. Видите? Человек абсолютно не поющий, но мы готовы пойти и на этот риск. Что вы заканчивали, Ираклий? Ну, я являюсь выпускником в фабрике звезд. Даже диплом несуществующего учебного заведения не сможет помешать нам научить его хорошо петь. Итак, попробую спеть. Да, пожалуйста. Ребята? Ладно, ладно, Ираклий. Попробуем спеть эту песню. Здесь, ребята. Лондон, Париж. Будут и сердце править Вечно с тобой Будут величьи с Москвой Есть города Где тебя рады всегда Я знаю, ты знаешь Для вас уступала сборная Грузии Лондон, Париж Голуби, Вер, Блик и Крым Друзья мои, на этом конкурсная часть сегодня у нас завершена Для того, чтобы узнать, чем завершится сегодняшнее действие Уместно иметь все пять команд на этой сцене Пожалуйста, команда Друзья мои, как известно, что Каждая КВНовская игра Завершается выступлением Еще одной талантливой команды Пусть будет так и сегодня Я про вас, уважаемые судьи Итак, несколько сольных выступлений Пожалуйста, Андрей Бурковский Мне кажется, потрясающая весенняя игра Когда грузины выступали, мне всегда хотелось взять стакан и выпить уже вместе с вами Я впервые видел ДАЛС живьем Я вас поздравляю, ребята Это было потрясающе Для меня, мне кажется, и для КВН важно, что в эти дни КВН остается международным Поэтому я за это Ура! Мир! Спасибо! Спасибо! Валдис Пельч Три вещи хочу сказать Во-первых, ДАЛСу Караваджо Я 10 минут вспоминал Кроме Карачаева Черкесии Грузины, так умереть можно Слушайте, пойте чуть хуже, пожалуйста И отдельно хотел бы отметить команду Иркутска Мне очень понравился ваш странный, необычный, нестандартный юмор Мне было очень интересно открыть вас для себя Спасибо огромное Как и спасибо огромное всем командам Спасибо! Дмитрий Нагиев, пожалуйста, Дима Я скажу коротко, поскольку у меня словарный запас маленький Пусть КВН еще смешнее будет Смешить, казалось бы, трудов В жюри пусть будут те же люди На сцене тот же Масляков Я только здесь сижу бесплатно Хотя пора бы получить Есть все-таки пятна на солнце Хозяин Вы могли бы у барина хотя бы сотку попросить Понятно В сцепке Шайка-лейка Ну что ж Хорошая игра Про бабки я, ну так, на всякий Сажусь, видимо пора Спасибо Спасибо, Нагиев Мы познакомились с еще одной стороной твоего дарования Поэтические экзерсисы Не сильно удачно, но... Но и на том спасибо Вы что встали? Нет, я просто... Юлий Гусман, пожалуйста Я просто... Я все, что угодно ожидал от Нагиева Но вот такого... Это вот первые стихи за много лет Я покажу, как это делается на КВД, Дима Нагиев здесь сидит бесплатно А остальные за бабло Ему все это неприятно А Маслякову все равно Я... Я б на твоем месте сел Потому что дальше может быть хуже Да Но точно не встих Ну попробуй Дело в том, что я прошу прощения Я пропустил, к сожалению, по независимым от меня причинам две игры И очень жалею Если были такие же чудные, как это То жалко потерянного удовольствия, радости и счастья быть в этом зале Но все равно весна, солнце, чудесная погода, начало пути И я вам скажу, что вот как я тогда запомнил про эти алые губки Вот сейчас это ла-ла-лай, Николай С этим мы уйдем и всю ночь будем петь про этого Николая А ты первый раз услышал это Я впервые про Николая Произведение Я впервые про Николая слышал Всегда было про Изю Но сейчас тоже хорошо Спасибо большое Лучше бы ты остановился на стихах, Юлик Я думаю, что это можно вырезать Это сделаем, не волнуйся Но никто про это не узнает Я предлагаю всем все-таки посмотреть эфир этой игры Все-таки Где остановился Гусман? Константин Львович Ну после таких поэтических экспромтов надо быть лаконичным Я пару лет не видел белорусской команды Еще дольше в вышке не видел грузинскую команду Как классно, что родственники съезжаются в Москву Мы вас любим Спасибо Я все-таки, уважаемые судьи, вынужден, чтобы вы предъявили свои оценки Максимум за музыкальное домашнее задание 6 баллов Я прошу Итак Оценка музыкального домашнего задания сборной Грузии 6-5-5-5-6 Этот же конкурс Лучшие друзья БГПУ Минск 5-4-5-5-5 Сборная Сельхозакадемии Иркутск 5-5-4-5-4 Сборная МФЮА Москва-Волгоград 4-4-5-5-4 И музыкальное домашнее задание Детективное агентство Лунный свет Белгород 6-6-5-6-6 В очередной раз спасибо, уважаемые судьи И итог игры Сборная Сельскохозяйственной Академии 9,6 балла Сборная МФЮА 9,7 балла Лучшие друзья БГПУ Минск 10 баллов ровно Сборная Грузии 11,0 балла Детективное агентство Лунный свет 11,7 балла Вот и стали известны еще три команды Участники будущих четвертьфинальных баталий этого сезона Это команда КВН Лучшие друзья БГПУ Минск Беларусь Сборная Грузии Тбилиси И победитель этой игры Команда КВН Детективное агентство Лунный свет Город Белгород Дорогие друзья Я поздравляю всех Всем зрителям Хочу сказать Что мы увидимся с вами на последней Заключительной 1-8 финала Достаточно скоро И там кстати мы окончательно сформируем состав четвертьфинальных игр 2015 года вышки Посмотрим До встречи Пока Субтитры создавал DimaTorzok